Добрый день, дамы и господа, мои друзья. Здравствуйте. Вы все мои друзья, кто смотрит это видео, все, кто смотрит мой канал, кто ставит лайки, кто подписывается на мой канал. Я вас приветствую. Сегодня тема называется «Как мгновенно привлечь внимание собеседника». Что это означает? Означает, что вы сели с человеком, с другом, знакомой, подругой, родственник, кто угодно. Это может быть начальник, это может быть коллега сели. И вам нужно донести какую-то информацию. Не просто донести, а зацепить собеседника этой информации. Вот это самое главное. И вы понимаете, что есть вероятность, что информация не вся будет ему интересна. И вот ваша задача привлечь его с помощью определенной фишки. А именно, вы самый сок информации, самое главное, то, что вы хотите сказать, вы говорите в самом начале. А потом вы уже начинаете раскрывать эту тему более детализированно. Сейчас все объясню. Допустим. Я сегодня съел блинчики. Банально будет, если я буду рассказывать, я приехал в кафе, заказал себе блинчики, я поел блинчики. Это неинтересно. Но я могу это сделать интересно. Я могу сказать, я сегодня такие классные блинчики поел. Просто загляденье. Вы помните, да, еще игра эмоций. Обязательно тон голоса, мимика лица. Все это у вас есть. Положение тела, руки. Все это вы делаете. Загляденье. Но вы только сделали подводку, да. Это только начало. То есть вы сразу рассказали, что самое интересное там будет. И после этого вы уже говорите. Я приехал сегодня в кафе с другом. Мы решили с ним попить чай. Я заказал себе вкусные блинчики. И когда их принесли, я подумал, обычные блинчики, да. Ну вкусные, вкусные, да. Но когда я их порезал, когда кусочек первый съел, я понял, боже, как это вкусно. Просто каждый кусочек я ел так, как будто я испытывал какой-то экстаз. Какой-то экстаз в квадрате. Я бы даже так сказал. Все, хватит. Вот история закончилась, да. Больше ничего не нужно говорить дальше. Но суть одна. Вы закинули крючок. Крючок закинули в виде предвкушения того, что будет дальше. А потом уже просто рассказывайте стабильно эту историю. Давайте еще какой-нибудь пример. Допустим, я посмотрел... Давайте обыденность. Не будем слишком придумывать обыденность. Я посмотрел вчера фильм, да, или какой-то сериал, допустим. И я могу сказать, слушай, я такой классный фильм посмотрел. Называется, или могу даже не говорить, как называется. Такой офигенский фильм. Я когда смотрел, у меня прозрение. Я понял, что в этом фильме, что на меня повлияло на всю мою дальнейшую жизнь. И что, скорее всего, я буду устраиваться на новую работу. Все. Это у нас получается зацепка. Мы закинули самое основное, самое интересное. Подводку сделали. И потом мы это начинаем раскрывать. Мы зацепили собеседника. Он наш. Он теперь нас внимательно слушает. Ну и дальше мы уже поясняем, что это был за фильм. Что мы там увидели. Что было в этом фильме интересно. И почему мы решили взять, например, новую профессию. И на самом деле, можно с такой зацепкой, с такой подводкой абсолютно любую тему рассказывать. Абсолютно любую. Как вы сходили в туалет. Как вы купили хлеб. Как вы налили молоко. Как вы вылили молоко. Как вы налили чай. То есть все. Можно вот таким образом перевернуть. Помните, давайте еще раз. Схема такая. Схема очень простая. Сначала самое главное. Самое интересное. Но очень кратко. Как будто название какого-то кричащего заголовка. Как газете. А потом вы уже начинаете пояснять, что именно там есть. Все. Это офигенская штука. Она работает. И это относится, естественно, к теме словесной импровизации. Потому что мы продолжаем с вами тренироваться периодично словесной импровизацией. И вот такую фишку я вам подарил. Пользуйтесь на здоровье. Я напоминаю, что у меня есть телеграм-канал. Что у меня есть чат. Именно телеграме. У меня есть личная страница ВКонтакте. У меня есть фейсбук. Тоже личная страница. У меня есть паблик. Что у меня там еще есть? Инстаграм у меня есть. Заходите на огонек. Смотрите все. Смотрите, какое есть. Не только на видео. Когда съем... Как съемаю вам. Когда снимаю вам что-то. Просто я бываю разный. Вот. Вот такая вот вам история. Ну, пока. Пока. И... Все. Слушайте, ребят. Я такой кофе попробовал в кафе. Бомбический. Он просто нереально вкусный. И все началось с того, что я... Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...